Доброе утро, Бокертов. Мы находимся на восьмой мишне девятой главы трактата Гетин. И мы знаем, что вот уже с самого десятом веке, да, да, в десятом веке Робейну Гершу, был такой Робейну Гершу, который внес некоторые таконот касательно, а точнее, да, вот он запретил многоженство. И еще одно очень важный момент. Он не разрешил в развод женщины без ее, да, то есть как бы усложнил процесс развода и позволил женщине в случае чего развестись с мужем. Значит, у него такой возможности не было. Как это происходит? Делается это через суд. Женщина может прийти в суд, и если есть на то основание, судей могут заставить его дать развод жене. Прямо заставить мужа дать развод жене. И что интересно, что заставлять нельзя. Мы же учили, то есть одна из критериев муж должен дать... Дима, доброе утро. Да, что муж должен дать Герушин, так же, как и Гедушин, по своему желанию, но это исключение. Бейдин имеет право отлупить его, как сидорову козу. Специально заставить его, прямо принудить его к тому, чтобы он дал разводное письме жене. И несмотря на это, Гед будет кошерный мяху, сто процентов. Итак, говорит Мишна. Гед, который был написан на иврите, но подписи свидетелей поставили на русском, на греческом. В чем раньше, мы уже говорили, иврит справа-налево, подписи слева-направо. Ну, соответственно. Да. Или наоборот, разводное письмо было написано там на русском, на греческом, а подписались на иврите свидетели. Или один свидетель написал на иврите, а другой написал на русском, или на греческом. Или катава-соферва-сойфер и свидетель. Или тот сойфер, который написал Гед, он же и расписался в качестве свидетеля. Во всех этих случаях Гед является кошерным. Ну, правильно. Кошерба-геморо. И объясняется, да, в Талмуде, что, почему, почему это важно знать. Ну, понятно. Это значит, что, въединяет, кетава-софер в Ад, в Мишта Ла-шмину, шеф, ольпи, ше-ес-лахшош, ше-мабал, лу-мар-ле, софер-лахтум, э-ле, э-мар-ле, шна-им, э-мур ла-софер, ви-их-то, вели-плони, у-плони, а-дим, ви-их-тему, ве-hem, хат-има, эт-а-софер, кдей-шло-лова-й-шо. А, то есть, как бы, что имеется в дух и душ мечны, особенно в последней части. В первой части понятно. Да, мы учили греческий иврит, и ведь греческий, может, это не работает. Нет, разные языки, и все нормально. А что касается, почему Сойфер, если распишется как свидетель, мы могли бы подумать, что на самом деле он расписался как бы не с повеления, муж ему ничего не говорил, а должны были расписаться два посторонних человека. это не так, мы этого не опасаемся. И если Сойфер поставил свою подпись на гете, презумпция такая, что ему об этом попросил его муж, чтобы он написал, и заодно и расписался в качестве гета. Он так и пишет. Я, говорит Сойфер, но и так, на минуточку, тоже как бы и свидетель. Я видел мужа, видел, как все происходит, а свидетель тоже. Теперь. Если свидетель написал Ишплони Эд. Человек такой, это свидетель, как, например, Рувен Эд. Но не написал фамилии. То есть как обычно принято писать. Вот, да, если я подписываю, я подписывал документы, я пишу Йосеф Бен Рафаэль. Надо писать фамилию. А он написал просто Йосеф Эд. Написал Рувен Эд. Имя, такой-то свидетель, но не написал фамилию. Он не написал, чей он сын. Кашер. Гет тоже Кашерный. Вехэн им катава Эд. Бен Ишплони Эд. И наоборот, если бы я не написал имя, он написал бы только фамилию. Бен Рафаэль. Тоже, кигон бен Яко. Велопи Рэшет Шем Ацмо. Кашер. Хоть ты и забыл имя, но написал фамилию тоже Кашерный. Вехэн им катав. Так делать не надо, написать и то, и то. Но если уже так получилось, то мы скажем, что Гет Кашерный. Ишплони Бен Ишплони Велокатав Эд. Или человек написал Йосеф бен Рафаэль, но забыл слово Эд. То есть как можно написать? Написать имя, имя отца и свидетель. А он написал имя, имя отца, но забыл слово свидетель. Тоже Кашер. Вехэн им катава Эд. И так поступали чистые разумы в Иерусалиме. А там Иоше вэт вэлэшу нам кцара. Это разум, у которых был спокоен, уравновешен. А выражались они лаконично, очень коротко. То есть что они делали? Они писали имя свое, писали имя отца, и даже не писали слово Эд, свидетель. И когда Софер пишет Гет, он также пишет все клички жены и мужа, то есть все их виды имен, как их называют. А он так увлекся, что забыл написать их истинное имя. Не знаю, звали его там Гриша Косой. Он написал Косой, а что его Гриша зовут, не написал. А есть, которые говорят, что он написал, забыл написать Бен Авраам, а написал фамилию Абрамович. Написал только фамилию. Кошер, тоже достаточно. Тоже Кошер. Это называется, это мой Кошерный Гет. Гет Меусе. Что за Гет Меусе? Шабал, вот это тох кфия. Гет Меусе, это тот самый, который мы начали говорить в вступлении. Гет Меусе, это Гет, который муж пишет в принудительном порядке. Его заставляет написать разводное письмо суд. Так вот, такой Гет, да Исраэль. Да, то есть Меусе. Он по какой-то причине должен был развести с женой, а он не хотел. Так его принуждает для этого Бейдин, принуждает до тех пор, пока он не говорит в Ротсе, а они, ладно, ладно, я хочу. Забавно, на самом деле. Это очень интересно, как можно... То есть необходимо, чтобы он сказал, я хочу. Ему заламывают руки, пока он не говорит, хорошо, хорошо, я хочу. В чем, блин, как бы, ну... Что за Игорь? Ходило физически, наверное, какие-нибудь убеждения. Не-не-не-не, его прям заставляют. Били даже и нога пледа, чтобы он не хочет поразить, не специально, не дает, мучает ее. Его заставляют, его прям заставляют, что он сказал, я хочу. А в чем идея? Ну, какой же хочу, если его заставили? А считается, что каждый еврей в душе хочет исполнить волю Всевышнего и сделать митсу. Он не хочет быть негодяем. Поэтому даже, когда он прям вот не хочет, ты его можешь забить и из-под палки заставить, и это будет считаться, когда он скажет, я хочу. Потому что это правда. Если у него забрать его, он наверняка хочет сделать... Он хочет сделать, как надо сделать. Он не хочет быть... Он хочет делать митсу. Поэтому, даже под принуждением, когда он говорит, это в том случае, если он был обязан с ней развестись, а он этого не хотел делать. Но если его заставили просто... Он не хотел, он любил жену, все было нормально, а его заставили. И даже в этом замешан Бейдин. И Бейдин его заставил. И он сказал, и развелся с женой под таким давлением. А гет посуль. Гет будет посульный. И запрещено на основании этого гета ей выходить замуж за третьего человека. Мы только что сказали. То есть вся презумпция, на каком основании мы заставляем человека и гет кошерный, это только при условии, что он в душе хочет сделать митсу. Это правильно. Но если это изначально неправильно, это не работает. Нельзя человека просто принудить. Он не обязан с ней разводиться. Все нормально у них. А ты заставил его дать ей гет, это не работает. Нужно быть именно доброе, ну, по желанию. Однако хахамим газромудрецы постановили, что ей гет-зе посульный кеуна, что такой гет будет посульным для кеуны, шамая була кель, багета меусеки дим. Но мудрецы сказали, что такой гет, когда человека заставили дать разводное письмо, все равно портит кеуна. То есть кеун не может воспользоваться этим. Почему? Потому что люди начнут путать. На самом деле этот гет ни о чем. Как будто бы его не было. Но все-таки мы скажем, что на всякий случай уже она не сможет выйти за кеуна. Эта женщина. В будущем она, наверное, станет вдовой, например. Законно мы не дадим ей выйти, потому что люди начнут путать. А что касается гуим, если неевреи, заставили евреи дать гет своей жене. Даже если в этот момент, может быть, и нужно было это сделать. И он действительно должен был дать. Но, как мы сказали, по мудрецам, все равно этот гет уже делает ее посольной для коина. Однако, если гуим заставили человека, принудили его, чтобы он дал разводное письмо, во язешилок один, и это было противозаконно. А фреах гет, даже аромата гета, здесь нету. И она не будет запрещена коину. То есть это близко. То есть человека просто заставили на ровном месте дать разводное письмо жене, иначе мы тебя убьем. И он это сделал. Мы вообще игнорируем. То есть как будто этого не было. Это понятно, что это как будто мечтается вовсе. Но если услугами неевреев пользуется еврейский суд, то есть еврейский суд по какой-то причине не может человека обязать, он крутой какой-то, не знаю, не хватает у них сил его принудить к этому, тогда они могут обратиться за помощью к неевреям, которые ему скажут, дай, сделай то, что тебе говорит еврейский суд. И да, да, и они его заставят, и это будет кошерно. Если так произойдет, то есть таким образом это будет кошерно, если нееврей становится посланцем, как Кивьяхоль. Он не посланец, конечно, но становится как бы, да, продолжением Бейдина то это работает. Это не называется, что как бы не евреи принудили его. Это называется как посланцы Бейдина. И поэтому нет необходимости проверять судебного пристава на национальную принадлежность. Он еврей там, или он не еврей, какая разница, он, неважно, Бейдин его послал, может быть евреем, может быть не евреем. Главное, что если он тебя заставит, а он тебя заставит, то это будет, это будет легитимно, это будет нормально. Окей, друзья, мы закончили большую, кстати, мечну, и сейчас мы скажем Лейлу Нишмат. В сегодняшнем меч Mariota были в возвышении души Лейлу Нишмат, Ребэккаба, Абриго, 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 Елизавета Батлеф, Маргарита Батлеф, Алла Баттаврам, Ария Баттаврам, Левхо, Бата Кива, Давид Бен Хаим Гидалия, Татьяна Хая Батмайя, Алик Давид Бен Айзек, Анула Админ Брохам. Менухатам Беганеден. Прощаюсь с вами. Спасибо. Хорошего дня. И шангурги.